Уважаемые братья, мы сказали, что начинается учебный год. И первое, то, что Аллах, субхану ва ta'ala, не спасал на сердце Пророка Мухаммада, субхану Аллаху, аминь и ассалям, слова, али икра, читай. Аллах, субхану ва ta'ala, не спасал антик, распаду, или салли, молись. Именно икра, читай. Почему? Потому что то, кто сможет читать, то, кто может читать, понимает религию Аллаху, субхану ва ta'ala, как Аллах в Коране говорит, поистине боятся Аллаху, субхану ва ta'ala, истинным богобоязненьким, знающим, человеком, который может читать, понимаете, религию Аллаху, субхану ва ta'ala, он сможет правильно расходовать, он сможет правильно молиться, правильно поклоняться Аллаху, субхану ва ta'ala. И мы привезли пример, как Пророк Мухаммад, саллаллаху, али и ассалям, начинал участие в свадеже. Как Аллах, субхану ва ta'ala, говорит, для вас, посланники Аллаха, красивый пример. Мы берем примеры Пророка Мухаммада, саллаллаху, али и ассалям, во всем. И как он обучал, почему? Призывал, с чего? Начал свой да'ала. Мы сказали, что первым призывал к ля и ля и на Аллаху, то, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаху, субхану ва ta'ala. И объяснил со 비�ара, кто такой великий Аллах, какие его великие создания, какие его великие творения. Потом Пророк Мухаммад, саллаллаху али и ассалям, через аят отборали, читал аяты, которые говорят о создании Аллаха, субхану ва ta'ala, о вселенной. Потом Пророк Мухаммад, саллаллаху али и ассалям, объяснил, что такое али и азарала, что такое наша жизнь. после этого все же человек борется в этой жизни и постоянно будет делать и привозил пример История Адама, когда они были в раю. После этого Труб Мухаммад объяснил то, что при успехе тех, которые были набожны, которые поклонялись Аллаху с набожностью, которые отдалялись от ненужных посетенных, после этого Труб Мухаммад начал воспитывать с подвижника Ахляд, Киям, вот эти ценности, нравственные качества. Как сказал Роб Мухаммад, красивый нрав, это лучше, чем выставили ночи в молитвах, и это лучше, чем поститься днем, сказал Роб Мухаммад. То есть своим Ахлядам, своим поведением. Аллах послал, чтобы усовершенствовать благой нрав, сказал посланник Аллаху. И приводил аят, где Субхану Мухаммад сказал в «Субхану Мухаммад». После этого Роб Мухаммад показал, как обращаться к Аллаху, как наладить отношения, дружбу, дружбу, связь с Субхану Мухаммад. То есть как воспитать свою душу в покорности Субхану Мухаммад. «Субхану Мухаммад». Через аят, где Субхану Мухаммад сказал, что тот, кто окутался, выставили ночь в молитвах. Человек, когда просыпается ночью, чтобы выставить ночь, чтобы поклоняться Аллаху Субхану Мухаммад, он подтверждает свою связь с Аллахом Субхану Мухаммад. «Сала» — это именно связь с Аллаху Субхану Мухаммад. Молитва — это связь с общимышем Субхану Мухаммад. Через этот, где, где в киям Аллах? Через наш день молитвы, когда человек безденит остается с Аллаху Субхану Мухаммад. Когда он читает аят и говорит Аллах Субхану Мухаммад. Когда Мус llettel, когда смотрел Аллаху Субхану Мухаммад, просил то, что он хочет получить у Аллаха, «…» «…». Аллаху Субхану А.Семкин 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 постепенно чтобы вы все так было после этого чтобы они задумались о жизни создание обучил их красивому все все правильно есть поэтому мы должны именно чтобы обучать наших первых нашим детям которые после нас останутся и будут делать за нас дуан что мы сказали наши дети смогли хорошо разбираться в телефонах компьютера и так далее вот так о вопросах которые обязаны обучать их мы должны в первую очередь обучать и Аллах показал то что призыв обращать к Богу Мухаммаду он должен быть мягким призыв обучения оно должно быть потому что ты призываешь к Аллаху и описывая пророку Мухаммада сказал твое сердце было мягкое в отношении к ним в отношении к своим врагам в отношении к врагам Мухаммада которые кидали его камнями они воевали несмотря на все это когда он призвал к Аллаху сердце было мягкое а если бы твое сердце было бы жестким твое сердце было бы жестким в отношении к ним они бы все поэтому когда человек призывает Аллаху когда обучает Аллаху иногда бывает то что его надавают для человека бывает что-то приводится слышать какие-то непристойные слова это не проблема не проблема почему потому что верующий человек во время призыва должно быть основное основное что он призывает Аллаху по пророку Мухаммада что только не говорили 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 то что пророк как приводит на мысли был такой человек звали его Дейнады Дейнады он был мрачок и приезжал в Мекку лечил людей и когда приехал в Мекку в очередной раз услышал то что начали говорить о пророке Мухаммада то что он начнём то что он сумасшедший то что он халдон и так это было и на всех пророках как говорили Аллах субхану и Али говорит до этого говорили о Нухе сказали то что он сумасшедший то что он сумасшедший то что он сошёл с ума Аллах субхану в Куране говорит таким образом до пророка Мухаммада от граждан посланники говорили то что он колдон или он сумасшедший Дуйнах когда пришёл в Мекку услышал на кто это начнёт о ком вы говорите что этот человек сумасшедший тогда сказали такой то такой то его зовут Мухаммад он говорит то что он посланник Аллах сказал дуйнах прищёл покажите мне его и когда он встретился с дорогу Мухаммад сказал я могу тебя вылечить я могу тебе прочитать своё заклинание я лечу таких людей сумасшедших он посмотрел на него ему более сорока лет человек в возрасте посланник Аллах и смотрят на него он сказал он и он сказал посмотрел на него и сказал ин الحмд лиллэх нахмаду и нахмаду нахмаду и нахмаду нахмаду и он сказал он сказал он он сказал он сказал он он сказал поистине поистине он поистине божество достойное поклонение кроме Аллаха и Мухаммад является рабом и посланником Аллаха в этот момент сказал еще раз повтори что ты сказал еще даже читать приятны предисловие еще раз повторили еще раз повторили был еще раз повторили еще раз повторили он не начал отвечать рабу мухаммад что ты меня назвал мачнулим почему ты меня называешь сумасшедшим потому что его он более дом он хотел чтобы люди пришли И когда он повторил третий раз, на что сказал дайвань, «Во сколько я встречался с колдунами, с предсказателями, такие слова я не слышал, хадис не адиник, расскажи мне о своей адинии». И после этого Рок Мухаммад сказал ему об исламе, рассказал ему о религии, после этого Рок Мухаммад сказал ему об исламе, «Я хочу дать все присягу и принять свое религию». За свидетельство, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, что Мухаммад и Рок Мухаммад не посланник Аллаха. Уважаемые братья, посмотрите, какой был нрав посланник Аллаха, как он объяснял Мухаммад, как он правильно объяснял, как он мягко объяснял. Поэтому Аллах описал его в Коране, и его похвалили и сказал ев., «Иннкаль алеохулд encourages sang, и иннкаль алиффуд и атих, твой наров великий Ярмхаммад, твой наров великий Ярмхаммад». Когда Рок Мухаммад саллаху, отключился хабам, и когда построил правильный жела, на правильной акине, на правильной пути, и те, кто следование Рок Мухаммада, правильное мышление и понимание, в религии, когда у них было и они поклонялись, Аллах их похвалил и, это и и и и и и Старайтесь быть похожи по отношению к таким людям, будьте похожи, даже если вы не из них поистине стараться, не похожи к такому праведному человеку, потому что уже есть успех. Продолжение следует...